Квас на основе сухарей, воды, изюма и сахара в Тополево выпускают с 2022 года. Сейчас производство выросло на 20%. И это несмотря на то, что лето холодное и продажи не на высоте. В компании «Русский квас» сырье и оборудование отечественного производства. Напиток делают по старинному рецепту. Хлеб подойдет не всякий, его пекут на заказ. У нас заключен договор с компанией «Золотой колос» порфорский, который нам поставляет еженедельно хлеб. Мы его сами режем, сушим и используем эти сухари с производства нашего класса. Маркировка продуктов в системе «Честный знак» идет полным ходом. Производители безалкогольных напитков приобретают оборудование за свой счет. Наглядно показано, как клеится QR-кода. Сразу же камера считывается и отправляется информация в систему «Честный знак». Система предназначена для мониторинга качества и изготовления продукции. Чье оборудование? Оборудование произведено все в России, Новосибирск. Другой хабаровский производитель безалкогольных напитков – компания «Золотой юг» – тоже выросла в объемах примерно на четверть за прошедший год. Но здесь перемены связывают с выходом на федерального ритейлера – компанию «Х5 Групп». Сейчас открываются двери в «Пятерочке» и в «Перекрестке» на всю страну. То есть мы готовимся, проходим аудиты сейчас у предприятий, мы готовимся к выходу со своей продукции на всю территорию России. Людям интересны морсы и вода с соком лимонника, клеточным соком пихты и другими дальневосточными эндемиками. Новые торговые сети диктуют новые правила игры. Для «Пятерочки» и «Перекрестка» предпочтительнее использование перерабатываемой PET-бутылки, а не тетрапака. Для этого «Золотой Юг» планирует закупать новое оборудование. Оно будет полностью роботизированное. Мы такое оборудование подбираем, нам необходимы сейчас под это оборудование меры поддержки. И только так мы сможем обойти дефицит кадров, увеличить объем производства, понизить себестоимость и повысить качество продукции. В Хабаровском крае выпускается порядка 70 номинований безалкогольных напитков. С января по май предприятия региона произвели морсов, соков, воды и кваса на 37,5% больше, чем за тот же период прошлого года. За прошедший период 9,3 миллиона литров произведено безалкогольных напитков, минеральной воды, в том числе и кваса. В широком ассортименте квас выпускается. Ежегодно осваиваются новые виды производства безалкогольных напитков. В связи с этим и растет объем производства. Наталья Чернышева, Максим Артиков. Смотри Хабаровск.